Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1149. Событие дня. Книга Ева, 31-33. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы, не выходил бы за двери. За 8 февраля 2019 года. Ну, это у нас всегда объявление. Просчитайте, тут умерла сестра, четверо детей остались, муж глухонемой. И вот как хоронят ее, все. То есть, действительно, это не обманное дело. Ну, просто тормознуть можно здесь, и посчитайте. Вот как. Евгений пишет. Напортили тексты, не покаялись, служат по ним до сих пор. Это он говорит про патриархийных. Ну, при Никоне. Русский язык только может сниться. Ну, однако, есть такие, которые служат на русском языке, они только сниться. В Сергеянстве не покаялись. Подумали, прокатят. Ну, покаялись, и кто-то его не принимал никогда. Ко всем никак тоже не применишь. Костенение во грехе происходит. Он как бы говорит, что у старобрядцев нет. А там это намного больше. Во грехе. Там ни одного слова не добавишь по-русски. Только и пишет, что МП попирает всякую соборность. Жесткий диктат епископата над мирянами и прав общин и приходов. Костенение во грехе увеличивает грехи еще больше. Какое благовестие можно ожидать? Там скачущие воды. Скачущие воды, это перевод такой, не знаю. Но и скачущие воды, если перевод такой, то это понятно, фонтан бьет. Ничего тут такого тоже нету. Дмитрий Лемеш. Евгений, вы были в старобрядческих приходах? Обращали внимание, что там так же светет и пахнет торговля? Вы знаете, что только согласно 14-15 правил 6-го Вселенского собора протопол по вакууму должен был извержен из своего сана. Извержен, так как рукоположен до 30 лет. Скажите об этом старобрядцам, когда они начинают носы свои задирать. Старобрядцы такие же, как и не коня не МП. Высокомерные, снобивые, сребролюбивые, злопамятные. Что для одних, что и для других священное писание авторитетом не пользуется? Да кто-то как не пользуется? Тут хоть находится кто-то, а во второбрядчестве вообще никого нету. Нету. За 365 лет ни одного не было миссионера. Единственное, в чем можно поставить их пример, что крестят правильно. Да и тоже крестят, а без научения. Истинного научения. Бритых крестят. Бритых венчают. Правильно, в том смысле, что троекратно погружают в воду. А вот берут ли за это деньги, за таинство деньги, то не знаю. Евгений Трабко. Про греков говорить не имеет смысла. Они вообще еще на Ферраро в Флорентийском соборе впали в ересь. Дмитрий Лемеш. За это уже никто не вспоминает. Ну и дальше тут. Прочитайте. Стержи их вообще требуют. Это никакого отношения не имеет к сегодняшним людям. Далее Наталья, что говорит. Вот так. Затормозите и дальше считайте. У меня просто времени нет считать. Вот Алексей говорит. Добрый день, Игнатий Тихонович. Я хотел бы с вами пообщаться как-нибудь. 27 лет был баптистом. Закончил семинарию, был служителем баптистской общины. Руководил хором и многое другое. Короче говоря, был активным, мужчином в общем. Но однажды решил прочитать историю церкви. Где на протяжении веков я видел только православную церковь. Решил себе задать вопрос. Либо церковь исчезла со второго века и появилась в шестнадцатом веке. Либо я еретик. Возникало много вопросов. Интересно, как вот. Надо же, вот открылось ему это все. И тут уже ничего не скажешь, что открылось, то открылось. Вот так. Ну и считайте дальше. Что он говорит. Я просто, не то, что я выбираю, а где он говорит. А вот Евангелие от Луки, как понимают, на сегодняшний день. Тут про собак. Почитайте. Интересно. Я прохожу дальше. Вот эти места. Все прочитайте. Тут зеленым показано. А вот я переписываю с Раймондсом. Буквы латинские, а слова русские. Он, по-моему, книги я ему выписал. И он говорит, где был, везде как одевание, одеяние, там все в церкви-то так. Наподобие. Какие люди. Я отвечаю. Полагаю, что такого общества вы нигде больше не найдете, как у нас. Как одетые люди. Только хорошо позаботьтесь, чтобы с почты сразу же забрали. Мне издание вернули посылку. Столько затрат было. Потребовали какие-то справки. Мы на английском им все послали. Содержание книг и прочее. Но они толкнули обратно книги с таможни. Это все мои расходы были. Раймондс, я понял. Там сестра, то есть живет в Англии, а послать надо было на Латвию. Ну, послали. И я зарядил, и уже видно, что там где-то рядом посылки идут. Вот Гусеинов, Рустик. Три дня не пить, не есть. Хватит для меня, чтобы избавиться от злопамятства. Вот почитайте, что он просит. Как? Какие стихи? Савву три дня ночи молился. Вот Екатерина, в разращении от церковь. Это асимония. Очень полезный материал. Вот считайте его. Когда деньги берут. По соборам, когда было, что и... тормозите и просчитайте. Очень хороший материал. Очень хороший. Ну, вот тут какой разговор. Ну, вот так прошли. Полное собрание сочинений. Святителя на златоустов. Отсюда можно выписать. Вот как влияет борода. Это я взял. Освящение воды этот мощами. Поповское безумие. По католическому обряду. Лжекрещение. Вот показываю. Ну, вот это, что нужно было показать. Я показал. Закрою пока. И показать. Вот получили наши книги. И в Америке Лидия Муранова решила послать Стиву Митчеллу. И вот она книги посылает. Положила так, как бы ступеньками. Я подумала специально, чтобы книга от книги легко отделялась. Invitation to Russia. Приглашение в Россию. Хорошо составила. Я этот ролик взял себе. Она там работает, трудится. Да благословит ее Господь. Вот так. Просили тут сегодня кое-что послать. Это пятый том. Из пейджмейкера. Я перевел в Word. Хорошо. На этом все на сегодня. Поехали. Продолжение следует...